привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы будем делать ролик ролик у нас сегодня будет о подготовке лодки к переходу потому что мы будем идти за едой идти будем вдоль побережья панамы а кому не нравится что я жру попробуйте не есть месяц сами вы знаете что мы сейчас стоим в панаме линтон бей марина вверху появится ссылочка на ролик в котором мы рассказывали про данную акваторию и стоим мы здесь уже на протяжении пяти месяцев естественно за пять месяцев у любой лодки появляется ряд вопросов и очень важно перед тем как мы выйдем проверить чтобы все системы работали правильно и вот сегодня мы с вами будем заниматься тем что просто приготовим лодку к выходу и возможно в ближайшее время мы куда-нибудь пойдем и по яхтим потому что по нам у счастью открыли и почему бы нет тем более к нам приедут два моих товарища из нью-йорка и у нас будет веселая компания которой мы будем целить ну что поехали запускаем приборы и смотрим с них начнем надо закрутить all good все работает отлично ну что сейчас проверяем автопилот а и а okay let's go everything is working so let's have follow-up ну что как я вижу вся наша электроника работает так ну что наша следующая многострадальная говноручка в которой я четко знаю какая проблема есть вот эта вот кнопка она не нажимается поэтому сейчас мы ее будем раскисать все работает на самом деле кнопка здесь находится глубоко внутри это вот это вот вся вот эта ржавая штука это не кнопка это просто такая типа передающая штука на саму кнопку которая находится на плате что ручка я напоминаю это электронная все это работает сейчас еще чуть туда попрызгаю потому что от соли она вся грязная сейчас будем проверять масло полный отлично единственное наверное нужно еще проверить уровень масла в сел драйвер ну что масло окей можем запустить двигатель так ну что ручка работает когда включаешь делать свой щелчок щелк отлично теперь я думаю нужно проверить джойстик он в общем не хочет работать такое с джойстиком бывает когда разряжена батарея то есть сейчас нужно будет проверить зарядку батареи ну во всяком случае если так мотор работает мне этого вполне достаточно но нужно посмотреть почему он не хочет работать так все запустили красная лампочка вот это мигает она говорит только о том что у нас сейчас выключены приборы но тем не менее джойстик должен работать смотрим да есть отлично теперь поворот есть другую сторону есть есть так все джойстик у нас работает с этим проблем нет выключаем его переключаемся на обычную ручку есть все работает здесь я спокоен тушим мотор переходим к следующему пункту фильтр опреснителя потому что я уверен что ему настал каюк видите этот черный фильтр это наша приснитель какие то есть все что 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 not bad, not bad внутренняя часть его нормальная, не грязная, поэтому ничего страшного ну и не забывайте, что у меня внутри опреснителя чистая вода, то есть это просто пресная вода, потому что каждый раз опреснитель промывается так, все, фильтр у нас одет, теперь очень важный момент, промываем весь опреснитель водой для этого здесь сзади есть кран, мы его вот так вот открываем у нас начинает работать сейчас помпа и все промывает так, сейчас запускаем опять на 220 и если мы не трогаем вот этот вот вентиль регулирующий значит мы промываем просто сейчас соленую воду через мембраны и убираем оттуда пресную а если включить регулятор и добавить давление, то пока пресная вода в мембранах мы их можем повредить, поэтому мы этого делать не будем вот эта лампочка говорит о том, что вода идет сейчас соленая и он ее сливает за борт вот лампочка переключилась на зеленую, это значит, что вода, которая идет из опреснителя в бак хорошего качества соответственно давление у нас на зеленом, он дает нормальный объем и у нас вода хорошего качества, то есть сервис опреснителю мы сделали ну что идем теперь, такс, ну что, с опреснителем мы разобрались, опреснитель работает теперь нужно проверить генератор, ну и наверное из этих систем скорее всего и все здесь у нас находится управление питанием это у нас порт кабин, здесь у нас находится как раз генератор, я уже крошечку открыл, что время на это не терять открываем, оба они у нас открыты у нас уровень полный ну что, запускаемся? ожидаем несколько минут, смотрим, если не сваливается в ошибку, значит все работает держи пальцы итак, генератор работает, еще один пункт, мы поставили галочку, да, проверено и все, тушим так, мы проверили только что основные пункты, теперь у нас остался еще один это батареи, и для того, чтобы проверить батареи, мы их сейчас отключим от зарядки дождемся утра, и на утро хотя, мы их сейчас отключим от зарядки и я проверю напряжение, просто на каждой ячейке и запишу свою табличку итак, что мы имеем? у нас разница на ячейках всего лишь 0,2 вольта нет и 0,2, 0,02 потому что у нас нижние 3,45, 3,47, 3,46, 3,46 а верхние 3,49, 3,42, 3,47, 3,45 то есть у нас идеально заряженные каждые ячейки и не накапливают дисбаланс а если мы проверим по верхнему и нижнему БМС, то у нас получится 13,78 на верхних и 13,78 на нижних так, мы готовы ну что, с этим готовы а теперь у нас есть один момент мы немного обросли и сейчас я буду нырять и чистить корпус это такая задача, которую я терпеть не могу но это надо сделать, потому что 5 месяцев 5 месяцев а теперь мы готовы служи что мой колодки это не самая приятная задача которую мы должны делать но тем не менее мы с этим справились и теперь будем ходить на чистой лодочке итак друзья я вам показал свой чек-лист что мы проверяем обязательно когда мы стояли долго перед непосредственно выходом мы также сделаем проверку но это уже будет такая при flight чек и сейчас мы готовы поэтому подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайки проверьте колокольчик и до встречи на следующей неделе пока а